Здравствуйте, друзья! У меня появился вот такой вот станочек. Это УБДН. Это станок 90-х годов. Он слабенький, маленький, но крутится быстро, и его мощности вполне хватит, чтобы филить поперёк, вдоль, разве что реечку. Потому что он действительно слабенький. Он задумывался как бы универсально. Он, по идее, должен строгать. У него есть вал на два ножа. Ну, сами понимаете, строгать он не будет нормально, строгать не будет. У него и токарами станочек какой-то тут пристраивался, и какая-то долбёжка. Ну, всё это не функционально, и всё оно как бы, ну, может, вообще для ребёнка, ну, такое. Он будет использоваться профессионально, и использоваться будет только сиркулярка. Пилить он будет хорошо. Он без люфтов, он довольно быстрый, и дальше как бы всё зависит от меня. Что именно зависит, я хочу сделать ему стол. Такой вот, чтобы он был побольше того, что есть. Чтобы этот стол... Сейчас, минутку. Я хочу, чтобы этот стол подымался, тем самым менял глубину пропила. И хочу сделать на него пару кареток. То есть, одну по 45, другую по 90. Почему я это делаю? Делаю я это по одной причине. Жизнь показывает, что все торцовки вот эти вот, да, они все хороши, когда вот только с магазина приехали. Проходит совсем небольшое время, и углы, как правило, вот идеально они не держат углы. Вот вы что-то отпилили, всё равно вам надо померить 90 ли градусов, или, допустим, 45 ли градусов. Потому что даже когда вы работаете один, вот так как я, и никто не подойдёт, ничего не собьёт, всё равно надо перепроверить, что вы там отпилили, как он там пилит на данную минуту. С каретками этого не происходит. Если у вас есть 90, вы поставили каретку, можете не проверять, а у вас там будет 90. Мне это надо, это всем надо, потому что это очень сильно ускоряет процесс работы. Все вот эти вот приколы ускоряют процесс работы. когда ты знаешь, что у тебя тут настроено, и оно так и есть по 45. У тебя здесь каретка по 45. Поставил размер, зарезал, сложил и... ну и всё. А по большому счёту выставиться на торцовке, чтобы там была чётка 45, перепроверить. Это всё забирает очень много времени. Значит, как я буду делать... Как я буду его, значит, ну, а то даже не усовершенствовать, переделывать. Значит, чтобы менять пилу, а пилу менять придётся по двум причинам. Одна причина, само собой, разумеется, потащить. Вторая причина, значит, если мне надо совсем немножко, там, ну, не глубоко пропилить, так это будет одна пила. Если мне надо что-то большое отрасовать, высокое, то я той маленькой пилой не отрасую. То есть мне надо будет пилы менять. Поэтому я хочу сделать так, чтобы у меня вот эта вот старешня поднималась и опускалась. Значит, один из вариантов поставить петлю, такую какую-то оконную или, ну, такую петлю, да, карточную, они все имеют люфт. По-любому имеют люфт. Вот такой вот люфт, который будет вот так вот шевелиться, это мне недопустимо. Мне надо абсолютно чётко, чтобы как поднялась, так и опустилась. И сколько раз я это не сделал, чтобы оно постоянно было именно вот в одном и том же положении. И что я себе решил? Я решил сделать деревянную петлю. Фанерную, из фанеры. Это у меня двадцатая фанера, вот хочу сделать. Вот такая будет столешня, и такая будет там, с этой стороны будет петля. Я думаю, что это будет работать без люфтов. А там посмотрим, если что не так. Всё в наших руках, если что, переделаем. Но есть большая вероятность того, что будет работать так, как надо. Ну, для начала я сейчас поделаю заготовки и начну что-то зачинять. Я вырезал два кусочка фанеры. Один будет прикреплён к столу, сюда вот, мёртво, а второй будет к столешне, и между собой они будут завязаны, своего рода в шип, ну, который будет, как бы, являться и самой петлёй. А потом будет просверлена, вставлена шпилька. Ну, вы это всё увидите. Пока я сейчас размечусь и зарежу, вроде как, простой прямой шип. С помощью рейсмуса даже можно не брать в руки линейку. Достаточно поставить нашу иглу на край нашей заготовки, и она уже будет отмечать нам нужную ширину. Кстати, иголки у меня стоят от патефона. Мало кто знает, что это такое. Но это пластинки слушали раньше, таким образом. Всё, значит, это будет отсюда, это будет отсюда. Вот так. Они у меня одинаковые по длине, так что я могу смело размечать их, ну, буквально, непроизвольно, скажем, по 30 миллиметров со стороны. Раз. Два. Ставим. Шестьдесят. Ну, соответственно, 90. А это у меня останется там. Вот так. То есть у меня должно быть как у петли папа-мама. Вот, ребята, я зарезал вот таким вот образом свой шарнир, и он должен так вот у меня вращаться. Чтобы это происходило, мне надо углубить проушину глубже, ну, и сделать какой-то радиус вот здесь. Вот здесь вот, чтобы он себе мог возможность поворачиваться. Но перед этим я в станке просверлю отверстие вместе с этим. Вот до этих вот пор я просверлюсь с одной стороны и с другой стороны. Тут будет либо металлический, либо деревянный такой штырь, который будет, ну, являться оси. Сейчас поставлю сверло, просверлю. Будут сверлить в станке, мне надо, чтобы было как бы параллельно вот этой вот части. Я прикрутил на мощные шурупы к столу, углубил петлю, и тут надо еще снять небольшую паску. Я рубанком это сделаю, но она тоже мешает при закрытии. Я смешу сколько, чтобы было одинаково. Возьму рубаночки по строгам. Вот здесь вот. А вот и типа вот тут. Я никогда не буду! Я не буду! Я не буду! Я не буду! Я не буду! показываю что надо еще если потихонечку доставляю будет она работать как надо вот такие вот у меня получились штучки красивые случайно красивые я сюда ставлю без клея просто забиваю и она у меня тузенька но ходит мне в принципе так и надо главное что у меня нету вообще нету никакого люфта это в принципе то что мне было надо теперь осталось прикрутить свою столешницу вот таким образом выровнять и прикрутить и она будет у меня иметь подъем это очень хорошо это то к чему я стремился сейчас я прикручу и покажу как она поднимается ребята я когда выставлял под 90 градусов эти 90 градусов тоже очень важны ну она стала как бы немножко косо но меня это абсолютно не смущает мне тут нужна как таковой не красота а функциональность как таково она все работает я могу поменять пилу могу поставить глубину с обратной стороны с обратной стороны у меня тут есть небольшая полочка от стола я сюда прикручу рейку которая будет четко подходить к этой полке и это будет мне гарантировать то что она вообще не на миллиметр никуда не денется и как таково я получаю уже прямо базу для того чтобы на ней строить каретки и что-то пилить что-то прирезать и это будет стационарно это будет прямо на столе может стоять вот такая вот полезная штука вот бортик мой вот я сделал планку с такой вот четвертью равной толщине стола вот так она сюда вот станет сюда прикрутиться вот таким образом я выставлюся как ну как выставлю поставлю намажу клеем прижму струбцинами и прикручу саморезами все она будет вообще железобетона вот ребята мой помощник готов значит как я буду делать каретки я уже показывал то есть там ничего сложного нету смотрите мы предыдущие ролики там это есть то есть будет две каретки одна будет под 45 одна будет по 90 они будут негабаритные небольшие такой вот именно маленький помощник так что если что берите на вооружение ну а на этом все до новых встреч увидимся